Добрый день, глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Я, прежде всего, хочу выразить благодарность за возможность в очередной раз стоять на трибуне, на этой, в этот раз в этой локации, и участвовать в данном мероприятии. Ежегодном мероприятии, в рамках которого мы обсуждаем действительно очень-очень важные вопросы, касающиеся моноонкологического лечения. Это всегда живое общение, это всегда огромная польза для себя. Я выношу из этого общения, и, конечно, вся эта польза потом интерпретируется в клиническую работу. И хочу выразить благодарность за тему, предоставленную мне сегодня для обсуждения, потому что это, на самом деле, философский вопрос. Я сразу хочу снизить рамку ожиданий. Я не дам однозначного ответа, почему не все опухоли отвечают на иммунитерапию. Но, как сегодня уже было обозначено, я бы хотела крупными мазками пройтись по определенным векторам, направлением изучения данного вопроса. Первый слайд – схематическое изображение того, что мы имеем. Очень-очень краткое содержание. У нас есть врожденная часть иммунной системы, есть адаптивная, они взаимодействуют между собой, и есть, конечно, взаимообучаемость иммунной системы. На основании каких-то базового понимания и того клинического опыта, который у нас уже есть, на сегодняшний день сама проблема изучения иммунорезистентности к иммуно-онкологическим препаратам заключается в такой комплексном подходе. То есть мы сегодня уже не рассматриваем факторы прогностические, как каждый, как что-то отдельное. Мы стараемся рассматривать в качестве системы и со стороны самой опухоли. Это мутационная антиогенная нагрузка, это экспрессия ПДЛ, и в периферической крови различные биомаркеры, различные клетки, репертуар, соотношения. Это и опуховое микроокружение, это различные иммуно-регуляторные пути. Клинически значимые факторы обязательно со стороны пациента. Все это влияет на то, будет ли развиваться иммунорезистентность и будет ли развиваться в той или иной степени ответ на ингибиторы контрольных иммунологических точек. В одном из исследований, и в принципе этот вектор, он красной нитью прослеживается во многих научных работах, выделены механизмы иммунопосредственной резистентности к терапии ингибиторами контрольных иммунологических точек. Это и отсутствие достаточной ПДЛ-экспрессии, это истощение антигена, дефект презентации антигена, это опосредованные различные эффекты, связанные с иммуносупрессивным опухолевым микроокружением. Это иммуно-ангибирующие рецепторы, и это и аномальные сигнальные пути интерферона, иммунодепрессивный репертуар клеточный, различные метаболические изменения, которые могут приводить на разных этапах, либо каждый из этих, либо в совокупности с перекрестными влияниями на развитие иммунорезистентности. Очень сложный слайд, очень много текста, я не буду его, естественно, зачитывать. На самом деле, смысл данного текста заключается в том, что очень-очень много научной информации о том, роль иммунного окружения, насколько она важна. У нас действительно есть возможность изучать опухолевую ткань, когда мы ее можем взять в результате биопсии для изучения патоморфологическим путем. Из этого следует того, что у нас есть достаточное количество информации. Вопрос только в интерпретации. Мы уже знаем те факторы, те клетки иммунного окружения опухолевого, которые могут влиять на развитие иммуносупрессии. Но единственное, мы не знаем, в какой момент они играют ключевую роль. Также очень много перекрестных влияний различных факторов, связанных с опухолевым микроокружением. На сегодняшний день мы стараемся систематизировать полученную информацию для того, чтобы мы могли выделить какие-то классификации. Индексы, какие-то прогностические системы с целью понимания и, в принципе, как мы можем использовать эту информацию. И одна из классификаций, которую мы сегодня, в принципе, можем использовать, это общее понимание, так называемые холодные опухоли или горячие, которые связаны либо с иммуносупрессивным микроопухолевым окружением, либо с иммунореактивным. И также в ряде научных работ сегодня мы видим, что добавление, например, химиотерапии может способствовать переводу опухоли из так называемого холодного состояния в горячее. Работа связанная, сегодня уже поднимался вопрос по поводу иммунотерапии о злокачественных опухолях на ранних стадиях и уже метастатического процесса. В данной работе также рассматривалось, что есть принципиальная разница на ранних стадиях развития злокачественного процесса. И также, что химиотерапия, она может быть рациональным партнером для иммунотерапии как для лечения и ранних форм злокачественных заболеваний, так и для метастатических форм. Именно с целью повышения антиген-презентации. Работа, в которой, опять же, проводилась попытка систематизировать, то есть классифицировать опухоли в отношении степени экспрессии PD-L1. Изучались опухоли немелкоклеточного рака легкого. Они были разделены в результате потоморфологического исследования на четыре основных типа в зависимости от степени иммуноинфильтрации и от степени экспрессии PD-L1, положительной или отрицательной. В рамках этой работы также было изучено, что, в принципе, около 17% пациентов с немелкоклеточным раком легким имеет именно тот тип опухоли, где есть и иммуноинфильтрация, и достаточный уровень экспрессии PD-L1 для того, чтобы родился достаточный эффект от иммуноонкологического лечения. Половина опухоли вообще не имеет такую биологическую возможность развить эффект в должной степени. Мутационная нагрузка. Очень важный фактор, который мы рассматриваем в своей клинической работе. Мы про него знаем достаточно много работ. Вот теория возникновения мутационной нагрузки исключается в том, что чем больше мутаций, тем больше антигенов и тем больше иммуноответ мы можем получить. Но количество мутаций или именно какие-то особые мутации, что больше приводит к иммунному ответу, все вместе, какие-то конкретные факторы, ответа на этот вопрос у нас на сегодняшний день нет. Есть исследования, которые показывают, что именно высокая мутационная нагрузка, а именно граница, это 10 мутаций на мегабазу, увеличивают глубину объективного ответа. То есть чем выше мутационная нагрузка, тем у нас больше потенциальный ответ при различных локачественных наобразованиях. В рамках клинических исследований мы также видим, что, например, пациенты, получавшие терапию пилиумабом, в зависимости от выраженности мутационной нагрузки, на самом деле даже вне зависимости еще от дополнительного наличия или отсутствия микросателлитной нестабильности, получают выраженный клинический ответ. Но это, опять же, не является универсальным ответом на все вопросы. То есть да, действительно, если у нас высокая мутационная нагрузка, то опухоль обязательно ответит на иммунотерапию, потому что все опухоли разные, естественно, и имеют абсолютно разный репертуар мутационной нагрузки в том числе. На сегодняшний день он не является достаточно универсальным, предиктивным биомаркером. Микросателлитная нестабильность. Данный показатель очень широко внедрен в нашу клиническую практику. Мы действительно им пользуемся. Как сегодня Светлана Антольевна показала на одном из своих слайдов, он даже выделен в отдельную локализацию, по сути. То есть на основании микросателлитной нестабильности мы можем назначать лечение вне зависимости от локализации опухоли. Мы видим на примере изначально и колоректального рака метастатического очень высокую эффективность опухоли с наличием высокой микросателлитной нестабильности. Вот, например, в данном исследовании мы видим, что показатели эффективности даже в когорте пациентов предлеченных после проведения двух линий системной химиотерапии более 31 месяца общая выживаемость. Это очень хорошие результаты. И это также опухоли, не относящиеся к колоректальному раку, то есть который имеет меньшую иммуногенность, по сути. Опять же, имеют достаточно высокие показатели эффективности. Также из первой линии не только предлеченные пациенты, но и пациенты, которые инициирующие получают лечение иммуно-онкологическими препаратами, по сравнению со стандартной химиотерапией, получают достаточно высокую пользу. В данном исследовании статически значимого влияния на общую выживаемость не было показано, однако была достигнута первичная точка в виде увеличения времени без прогрессирования. И неодевантный подход на сегодняшний день действительно подход предоперационного лечения ранних форм заболеваний активно изучается. Почему? Потому что, проведя определенный курс лечения, в дальнейшем мы можем изучить именно биомаркеры и в самой опухоли. Мы можем спрогнозировать изучение и биомаркеров периферической крови на разных уровнях, что позволит нам создать ту систему, ту классификацию, на основании которой мы будем выбирать пациентов, кому действительно будет подходить тот или иной вариант иммунотерапии и в каком объеме. Данное исследование, оно было инициативным, проведенное в Нидерландах, то есть оно не было спонсировано фармкомпаниями. Очень сокращенный шестинедельный курс лечения, который уже включал и предоперационно-комбинированную иммунотерапию, и амоноиммунотерапию, и также хирургическое лечение. Пациенты были отобраны без негативных факторов, то есть без обструкции, без симптомов заболевания. И что мы видим? Мы видим очень выраженные патоморфологические ответы, полный патоморфологический ответ на уровне 67%. Это действительно те показатели, которые заставляют нас думать, что, возможно, мы, не забывая действительно о предыдущих этапах, должны думать в глубину на более ранние этапы лечения злокачественных заболеваний. Но мы все знаем, и, допустим, в моей клинической практике были пациенты, которые даже независимо от наличия микросателлитной нестабильности, либо не реагировали ожидаемым образом на иммуноонкологическое лечение, либо эффект был непродолжительный. Опять же, существует достаточное количество работ, которые на сегодняшний день показывают нам, что это все равно не является универсальным показателем длительной и очень глубокой эффективности. Да, как правило, опухоли с микросателлитной нестабильностью реагируют на иммуноонкологическое лечение в большей степени, и это явилось показанием для внедрения в клиническую практику. Однако внутриопухолевая гетерогенность является действительно тем барьером, который в дальнейшем приводит к появлению так называемой резистентности. Активирующие мутации. У нас есть общие понятия, как мутационная нагрузка, микросателлитная нестабильность, а есть мутации, которым действительно подобрано лечение. И есть мутация, есть препарат, мы точно увидим эффект. У данной категории пациентов какова выраженность иммуноонкологического лечения, какая будет степень ответа. Ряд работ показывает, что, например, у пациентов с семиококлеточным раком лёгкого у большинства пациентов с мутацией GFR ответы будут недостаточно выраженными. Есть определённые механизмы резистентности. При наличии активирующих мутаций отмечается более низкая экспрессия PDL, и опухоль, в принципе, имеет так называемый холодный характер. Транслокация АЛК, то же самое. В рамках некоторых исследований было определено, что объективный ответ не выражен при такой молекулярно-генетической характеристике опухоли. Контроль над заболеванием является тоже достаточно относительно невысоким по сравнению с подходом к таргетной терапии. В отношении мутации БРАФЛ данные неоднозначны, так как мы знаем, что, например, для опухоли желудочно-кишечного тракта и в основном для колоректального рака есть определенный процент сочетания мутации БРАФЛ и микросателитной нестабильности. И несмотря на то, что мутация БРАФЛ В600 является негативным фактором прогноза в данной категории, наличие микросателитной нестабильности может склаживать этот момент как прогностический фактор. Но, тем не менее, на сегодняшний день роли активирующих мутаций носят больше негативный оттенок в рамках прогнозирования. На слайде представлены слайды, которые подтверждают все вышесказанное в отношении того, что при опухолях с наличием активирующих мутаций эффективность иммунотерапии имеет достаточно ограниченный и сдержанный характер. И теперь я бы хотела перейти к более клиническим моментам исследования, которое в свое время достаточно высокий резонанс имело. Это изучение микробиома кишечника. Действительно, какой у пациента образ жизни, какую диету он соблюдает, может действительно влиять на эффективность иммунотерапии. В данном исследовании было показано, что различные, более широкие репертуары микробиома кишечника коррелируют с ответом на терапию иммуно-онкологическими препаратами. Это к вопросу о том, что когда пациенты нас спрашивают, они очень часто нас спрашивают, как питаться, нужны ли, допустим, какие-то ограничивающие диеты, и может ли это как-то привести к увеличению эффективности терапии, которую мы проводим. Мы должны очень внимательно относиться к этим вопросам, потому что они действительно могут повлиять на эффективность иммунотерапии в том числе, но требуют более глубокого изучения микробиома у конкретного пациента, естественно. Ожирение. Меня привлек этот клинический момент с точки зрения того, что мы знаем, что увеличение, высокий индекс массы тела у пациента является негативным прогностическим фактором в отношении появления онкологического процесса. Это доказано в рамках множества научных работ. Однако для меня лично было неожиданно при более глубоком изучении этого вопроса, что высокий индекс массы тела, он связан с лучшей выживаемостью пациентов с метастатическими формами онкологических заболеваний, и в том числе является более благоприятным фактором при проведении иммуноонкологического лечения. Это достаточно интересно и требует дальнейшего изучения на более глубоком уровне уже в рамках биомаркеров. Также влияние саркопении. Мы часто видим у наших пациентов снижение массы тела, стремление к уровню определенного мукохексии и саркопении в том числе. Саркопению мы можем определить рентгенологическим методом, сравнивая на уровне L3 массу поясничной мышцы. То есть это доступный метод для оценки. И мы видим, что у пациентов с отсутствием как таковой саркопении эффекты от проведения терапии ингибиторами контрольных точек PD1, антипиди Л1, они были лучше в рамках исследования, которое представлено на слайде. И переходя действительно к тому, что ты говорил Алексей Викторович в своем докладе, единственная среда, которая связывает все, так сказать, подсистемы нашего организма, это кровь. И действительно множество работ, которые пытаются найти биомаркеры периферической крови в однофакторном анализе, в многофакторном анализе, чтобы мы могли их использовать в рутинной практике. Мы их можем оценивать динамически, беря анализ перед каждым введением, через какой-то определенный период. Это действительно поможет нам, если мы найдем нужный подход, динамической оценки того, что происходит с пациентом, и динамической оценки эффективности проводимого лечения. В данном исследовании, в рамках нескольких научных исследований проводилась оценка провоспалительных факторов биомаркеров интерликина-6 и цирреактивного белка у пациентов с метастатической меланомой на фоне терапии ингибиторами контрольных точек. И мы видим, что более высокие исходные уровни интерликина-6 и цирреактивного белка были связаны с более короткой выживаемостью у пациентов данной группы. Этого недостаточно для того, что мы внедрили в рутину практику, действительно на это ориентировались. Но это один из подходов, и в сочетании, возможно, с другими клиническими факторами или факторами, связанными с опухолевым микроокружением, возможно, мы построим ту модель, которая нам будет помогать в будущем. Также появляются работы применения уже имеющихся индексов при опухолях других локализаций. Вот, например, легочный иммунопрогностический индекс, который применялся, в принципе, был разработан для оценки иммуно-онкологического лечения у пациентов с миококлеточным раком легкого и у пациентов с метастатической меланомой, показал свою прогностическую значимость. Соотношение нейтрофилов и лейкоцитов более трех, и высокий уровень ЛДГ выше верхней границы нормы, они коррелировали с худшими результатами лечения ингибиторами контрольных точек у пациентов с меланомой. В заключение я бы хотела сказать, что невозможно на сегодняшний день единую какую-то систему или единый один фактор применять для каждой ситуации, потому что есть очень много факторов, связанных с заболеванием, то есть это разнообразие морфологических особенностей опухоли, это различные молекулярно-генетические профили, это постоянные изменения внутренней среды, и, конечно, в контексте оценки биомаркеров периферической крови нам было бы полезно иметь понимание, что происходит на разных этапах. Это уникальные клинические факторы, связанные с самим пациентом, потому что мы все уникальные, и когда мы начинаем лечение у конкретного пациента, мы должны его воспринимать целиком и иметь представление и о его образе жизни в том числе, о его диете, о том, как он проводит свое свободное время, потому что все это мы понимаем, что может иметь влияние на такой вариант лечения, как, например, иммуноонкологическая терапия. На сегодняшний день отмечается тенденция к созданию или попытке поиска новых классификаций биомаркеров, многофакторных моделей и индексов, именно с учетом сложных перекрестных влияний между ними. Я думаю, что за этим будущее. Мое мнение, что мы действительно уже отошли от тех работ, посвященных однофакторным анализам на сегодня, только прогностические модели, включающие факторы и нюансы из разных сфер, действительно, и со стороны пациента, со стороны опухоли, со стороны периферической крови должны включаться в эту многофакторную модель. Какие это будут факторы? На сегодняшний день, конечно, сказать однозначно сложно. Но в своем докладе я попыталась отобразить явления и тенденции, которые сегодня есть, по крайней мере, в научных работах. Спасибо. Продолжение следует...